Торнадо Энерджи! Дело в том, что вчера я высказал предположение, что колесную технику в патч 1.6 понерфили. По крайней мере я высказал свои негодования по этому поводу и мнение других игроков. Короче, ребят, давайте в этом видео разберемся, действительно ли колесная техника была понерфлена в патч 1.6, что с ней изменилось, как это сказалось на ее статистике, все это мы в этом видео затронем. Я думаю, вам это будет все интересно. Давайте начинать. В общем, давайте для начала вспомним, с чего все началось. Я поиграл в патч 1.6 на колесной технике и обратил внимание, что мне играть стало сложнее. Не столько сложнее в плане игры, что что-то поменялось, а в плане управления танком. Ну, назовем их танками в конечном итоге, колесными танками. То есть мне стало сложнее управлять. Я стал чаще терять контроль над управлением танком. Меня стало чаще заносить, чаще разворачивать. Я стал больше переворачиваться на бок. Ну, танк перевернуть полностью нельзя, но тем не менее это замедляет движение танка. В общем, контроль над танком стал лично для меня, опять же, лично для меня хуже. И с этим вопросом я отправился к другим игрокам. Особенно мне интересовало мнение игроков, которые имеют три отметки на данном танке. То есть они наиграли много боев. Я хоть и поиграл на Ебре 105, на других, кстати, я не тестировал. Но вот мои личные ощущения, это мои личные ощущения, мне хотелось узнать мнение других игроков. В целом, в целом, многие мне отвечали что-то на уровне, да мы как-то вот сильно изменений-то и не заметили. Но при этом эти же люди говорят, что как-то стало управление тоже более как-то вот заторможенным, что ли, менее острым. Вот такие слова вот используются. И многие отметили, что они в этом патче стали чаще разбивать свою технику. То есть терять ХП от удара о грунт, падения и так далее. Причем многие говорили, да я там сам раканул, типа, ну понятное дело, что управляет техникой все равно игрок. То есть, к моему удивлению, многие вот из тех, с кем я общаюсь, они как бы, ну, не считают, что здесь есть какой-то заговор, нерв. Они считают, что это вот их личная неудача. Но при всем при этом склоняются к мысли, большинству, опять же, с кем я общался, что управление изменилось. И давайте посмотрим, что же у нас изменилось вообще с танком, согласно патч-ноуту. Значит, для всей колесной техники оптимизированы настройки режимов двигателя. При переключении режимов движения колесная техника больше не будет терять тягу двигателя. Это особенно актуально при переключении режима движения с маневренного на скоростной. При таком переключении больше не будет замедления перед разгоном. Теперь в таких случаях машина просто начнет разгоняться до более высокой скорости. Перескажу своими словами, что здесь мы с вами, ну, что здесь разработчики сказали нам. Если вы едете на танке, на колесном, на маневренном режиме, то есть когда все 8 колес у вас касаются земли, нажимаете кнопочку перехода в динамичный режим, скоростной, у вас колеса средние просто отрываются от земли, и вы продолжаете увеличивать скорость. Раньше был небольшой кивок такой при тормаживании, то есть терялась мощность двигателя в этой ситуации. И здесь действительно мы наблюдаем ап. Однако я заметил здесь, ребят, и обратную сторону медали. Когда вы едете в скоростном режиме, есть два способа резко сменить направление. Первый, отпускаете кнопку газа, то есть W, и поворачиваете в сторону. Но танк совершает разворот по меньшему радиусу, нежели если бы вы все это время держали кнопку газа. Второй вариант, это вы не отпускаете кнопку газа и меняете режим со скоростного на маневренный. Если раньше танк кивал носом, сбрасывал резко скорость, сбрасывал тягу и резко поворачивал в нужном вам направлении, то сейчас происходит следующая фигня. Вы поворачиваете в сторону, у кого есть EBR, можете сами проверить. Разгонитесь до максимальной скорости, поверните кнопку влево или вправо и нажмите кнопку сменить режим на маневренный. Ваш танк на этой скорости резко начнет поворачивать без потери скорости. И его просто-напросто развернет на месте жопой к противнику. То есть если вы ехали носом в одну сторону, вы окажетесь в эту сторону задницей. Это небольшая проблема, если в вас в этот момент никто не стреляет. Но это гигантская проблема, если в данный момент вам нужно маневрировать, а маневр его совершать для того, чтобы в вас не попали. Вам просто-напросто начнут накидывать все, кому не лень. По сути, стоящий колесник это мертвый колесник, да? Это первая проблема. Вторая проблема связана со следующим изменением. Опять же, зачитаю патчноут от разработчиков. При смене режима движения колесной техники колес теперь поднимаются и опускаются более реалистично. Это никак не влияет. Оптимизированы настройки физики движения. Вот это важно. При столкновении колесной техники с препятствием в некоторых случаях станет проще возвращать контроль над траекторией. Очень расплывчатая формулировка. И мне не нравится слово «в некоторых случаях станет проще возвращать контроль над танком». Что мы имеем по факту? Как я и сказал, при наезде на какие-то препятствия физика движения, возможно, стала действительно более реалистичной. Дело в том, что теперь я лично у себя заметил, что играя на картах, где есть небольшие неровности, я очень часто отрываюсь от земли. То есть даже на небольших кочках я подлетаю. И если в этот момент мне нужно повернуть куда-то, то после приземления танк теряет скорость из-за того, что я, грубо говоря, резко начинаю приземляюсь полубоком. Ну вот понимаете, подлетели в одну сторону. В полете немножко повернули корпусом, приземлились на колеса и происходит небольшое такое притормаживание. Вот. Если наезжаете одной половиной колес, то есть левой или правой, на препятствия, танк может очень серьезно, ну, набок накорениться. У колесников есть физика такая, которая мешает им полностью перевернуться. Но, тем не менее, накорениться и лететь с приземлением на какой-то из боков, с полупереворотом таким тоже, колесники стали чаще. Из-за этого, кстати, многие и разбиваются сейчас. Дальше. При прыжках на каких-то неровностях, раньше зачастую танк приземлялся на все колеса. Сейчас я заметил такую тенденцию, что танк стремится кивнуть носом вниз. То есть он приземляется больше на передние колеса. Опять же, это связано с тем, неудобность этого связана с тем, что после приземления вас также может немножечко развернуть. В общем, что мы получаем? Управление танком на максимальной скорости, особенно если у вас есть проблемы с пингом или с фпс, на мой взгляд, усложняется. Чаще ситуации лично у меня стали происходить, когда меня разворачивает, заносит и я теряю скорость. Управление танком, грубо говоря, стало сложнее. Но давайте будем честными. Повлияло ли это как-то на нагибучесть машины? Я обратился к разработчикам и сказал, ребят, в этом патче танк был апнут или понерфлен? Мне сказали, колесники в этом патче получили больше ап. Про нерф мне вообще на самом деле ничего не сказали, поэтому я здесь немножко перефразировал с точки зрения, как я это вижу. Я пошел, посмотрел статистику, уже неделя с патча прошла практически, что же там со статистикой по танку происходит. Ребята, статистика на танке растет. То есть вот эти все изменения, которые я вам с танком произнес, ну оповестил вас, грубо говоря, они повлияли на танк в положительном ключе. То есть он стал более нагибуч. Но при этом, то что я вот рассказывал на протяжении всего видео, это управление танком, оно стало, ну скажем так, более реалистичное, более, на мой взгляд, сложное. Поэтому танк стал еще более нишевый и требователен и к рукам, и к компьютеру, и к интернету, то есть к провайдеру. Таким образом, что же мы получаем? Получаем мы то, что, ребят, как ни крути, но в патче 1.6 колесники в конечном итоге получили апп, и они будут нагибать еще сильнее. Но при этом ситуации, при которых игроки на них будут разбиваться, повреждаться и падать, таких ситуаций, на мой взгляд, станет больше. Это мое мнение, если вы с ним не согласны, можете его оспорить. Кстати, ребят, напишите по поводу данного игрока. Мне показалось, его прицел как-то ведет себя, ну, несколько странно. Но, возможно, это баг отображения реплея. Хотелось бы узнать ваше мнение и по этому поводу. А у меня на этом на сегодня все. Реально очень динамичный и крутой бой. Оцените его, пожалуйста, лайком или дизлайком. А также напишите комментарий, в конце комментариев указав свой танковый ник. Среди всех, кто напишет, буду разыгрывать, как обычно, игровое золото, а вот вам и два победителя с прошлого ролика. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.